Всем привет! Судя по последним событиям, компания AMD в этом году решила сделать очень серьезную конкуренцию NVIDIA. Буквально с самого начала года новая видеокарта от красных, а именно RX 5600 XT, поражает своей производительностью. Если вы еще не видели, на что способна эта малышка, то рекомендую посмотреть мое прошлое видео. Ссылку оставлю в описании. Ну а сегодня хотелось бы пробежаться по более бюджетным видеокартам и затронуть самую младшую карту красных RX 5500 XT. Цена на данную видеокарту уже достаточно устаканилась, и в Ситилинке ее можно урвать за примерно 15 тысяч рублей, в зависимости от количества памяти. В тестах будут оба варианта RX 5500 XT на 4 и 8 гигабайт памяти. Ну а в качестве конкурента из лагеря зеленых, думаю, можно выбрать GTX 1650 Super, которое нынче называют заменой той самой GTX 1050 Ti. Цена за такую видеокарту сильно варьируется от качества охлаждения. Но в целом, неплохую модель можно подобрать за плюс-минус 13 тысяч рублей. Обе видеокарты укладываются в рамки бюджетного игрового ПК, так как ниже них только БУ, либо совсем офисные решения. Но в качестве конкурента из старых поколений я решил добавить сюда народную видеокарту RX 580 с 8 гигабайтами памяти. Такую карту сейчас можно купить и новой, отдав за нее те же деньги, что и за RX 5500 XT. Однако забрать ее у майнеров за копейки тоже вариант, в таком случае она обойдется вам в плюс-минус 7 тысяч рублей. Однако не забывайте, что покупая БУ видеокарту, вы должны знать, как проверить ее работоспособность. Ну что же, давайте не затягивать и быстренько перейдем к играм. Первой игрой на тесте будет PUBG. Все настройки выкручены на ультра и результаты вы можете видеть у себя на экране. 8 гигабайтная версия RX 5500 XT и GTX 1650 Super идут примерно вровень. Старичок из 2017 года практически показывает тот же FPS. Однако не стоит забывать про ее потребление, которое равно около 225 Вт. А вот 4 гигабайтная версия новой RX 5500 XT явно остается слегка позади. В среднем на 2-3 кадра. Из такой картины явно можно определить победителя. Это 1650 Super, так как цена на нее ощутимо дешевле, чем у 8 гигабайтной RX 5500 XT. Но чтобы в этом убедиться, давайте перейдем к более серьезной игре, а именно Call of Duty Modern Warfare. И посмотрим, так ли нужно количество видеопамяти. А количество видеопамяти все-таки необходимо. Если вы посмотрите на объем занятой памяти, то явно заметите, что у 8 гигабайтной RX 5500 XT память забита под завязку. В то время как у 4 гигабайтных карт она колеблется около 3500 мегабайт. А связано это с тем, что игра загружает весь возможный буфер текстур в видеопамять и оперирует им уже в процессе игры. Соответственно, когда его не хватает, видеокарта начинает терять FPS. Естественно, Modern Warfare одна из немногих игр, которая так делает. Но подумайте, сколько таких игр будет через год. А через два. Поэтому, если кто-то вам посоветует забить о 8 гигабайтных картах и брать 4 гига, мол тебе с головой хватит, то можете плюнуть такому человеку прямо в лицо. Ну а в целом, все видеокарты показали весьма неплохой результат. Но если вы задумываетесь взять видеокарту в бюджетном сегменте, то я думаю вы поняли, что лучшим вариантом для вас будет RX 5500 XT на 8 гигабайт. Либо RX 580 с БУ рынка, так как новая она не стоит своих денег. А на этом у меня все. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. До скорых встреч!